Доброго времени суток, дамы и господа, с вами на связи Леонид Юниси. 11 октября 2016 года, вторник, продолжаю свой видеообзор по волнам эллиота ценовых данных на рынке валют. По основной валютной паре я открыл покупку, довольно-таки рисковую покупку с целью 1.11.5 в надежде на то, что цена отобьется вот от этой линии, трендовой линии, линии сопротивления, линии поддержки для цены, линии сопротивления для вот этого нисходящего тренда. И думаю, что мы, если не будет какое-то среднесрочное движение вверх, то краткосрочно, допустим, в виде коррекции мы можем увидеть какой-то вот отбой и движение вот вверх. На старших таймфреймах, вот на часовом, видите, откуда я взял эту линию, вот на четырехчасовом еще лучше видно, вот эта линия, она идет вот раз, два, и вот третий, может быть, третье вот это соприкосновение. Но есть и другая линия, вот допустим, вот эта, она и вот эта. И тут цели могут быть южнее, то есть примерно, скажем так, это альтернативный вариант, я сейчас озвучу, примерно цена может дойти до уровня 1.10.4, 1.10.3, примерно так. Но это альтернативный вариант, основной вариант говорит о том, что мы пойдем все-таки с текущих наверх, хотя бы в виде коррекции. По фунта до, я пока вне рынка, несмотря на сильный медвежий тренд, я пока нахожусь вне рынка, потому как мне не дает покоя мысли, что четвертая волна может быть еще не закончена, то есть может быть какой-то еще виток коррекционного движения мы увидим вверх, а может быть мы с текущей пойдем вниз, я на эту коррекцию вверх не буду зарабатывать, потому что неизвестно, какую она форму примет, я ожидаю, когда цена возобновит свой медвежий тренд. По австралийцу также оттыл довольно-таки рисковую покупку, в надежде на то, что цена уже проделала вот эту свою коррекцию, тут скорее всего, что не 1.2, а тут скорее всего, что А и Б, скорее всего, да, так. И я думаю, что мы начнем потихонечку отрабатывать волну С, может быть, заходящий импульс, потом коррекция, ну вот, в надежде на этот заходящий бычий импульс я выставил покупку, цель у меня стоит на отметке 0.76. По новозеландцу я открыл продажу. Если вы заметили немного вот такую корреляцию, что как-то австралиец синхронно идет с евро, а фунт синхронно идет с новозеландцем, ну, иногда, конечно, не всегда. Ну вот, я думаю, что цена пойдет еще ниже, потому что цена пробила вот эту трендовую линию, вот она на старших таймфреймах, видите, вот. Я взял ее как параллельную вот этой, но потом провел еще несколько параллельных, и видно, что цели еще, цели внизу еще могут быть и есть неотработанные. Ну вот, консервативная цель внизу, это, ну, скажем так, ближайшая цель внизу, это уровень 0.70, 0.70, 0.702. Ну, может быть, еще ниже, да, ниже уровня 0.7. Но пока вот первичная цель такая. По японской иене я открыл, опять же, рисковую продажу, потому что ожидаю, что вот эта коррекция во второй волне закончилась. Пока это смотрится как коррекция, может быть, это все-таки будет импульс, вот здесь раз, два, три, четыре и пять, если, конечно, цена пройдет, обновит максимум на перехай. Ну вот, стоп близкий, если все-таки мой прогноз оправдается, значит, я ожидаю отработку уровней 103.5, а потом, может быть, даже и 103. По канадцу пока вне рынка. Тут у нас вот импульс вроде бы есть, какой-никакой, да. Может быть, это вот первая волна, и, может быть, сейчас строится вторая волна, коррекционная. И потом мы увидим начало вот третьей волны, и вот именно на эту волну я рассчитываю во время ее построения, как бы залезть, спрыгнуть в этот поезд, который идет на юг. По Франку, по Франку так же, как и по канадцу, ожидая, когда возобновится медвежий тренд, потому что у меня это основной вариант. Конечно, есть альтернативные варианты, я их не озвучивал ни по канадцу, ни по Франку, но пока рано их, мне кажется, озвучит. По Франку, я думаю, что мы отобьемся от этой линии, треугольник, вот эта треугольная информация, вот видите, как она строится, и мы пойдем вниз, и жду, когда сработает отложка на продажу. Ближайшие цели 0.98, 0.97,5. Но по канадцу ближайшие медвежьи цели это у нас 1.31. По Фунта Франку. По Фунта Франку уже сработала отложка на продажу, может быть, преждевременная, но она уже сработала, и если все будет хорошо, тогда мы увидим уровень 1.2. По Фунта Йене отложка не сработала, оставляю отложку, потому что тут тоже, возможно, какая-то коррекция, может быть, текущих пойдем вниз, но ожидаю отработку здесь медвежьих целей, и первый уровень 126. По евро к Фунту отложка на покупку, ну, ближайшие цели тут бычьи 0.91, далее посмотрим. По евро к австралийцу, пытался здесь торговать, цена резкая, то есть, думал, что она все-таки еще раз коснется трендовой, не коснулся, нарезка за ночь пошла вверх, австралиец, кстати, за ночь сдал позиции, вот, если вы заметили, вот это все ночное движение, ну, ночной, ночной у нас мотылек, скажем так. Я ожидаю окончания второй волны коррекционной, а потом уже зайти на отработку третьей волны в составе более крупной третьей. По евро к канадцу, ожидаю еще движения вниз, потому что, мне кажется, тут строится пятая волна мелкая, в составе более крупной ц волны, вот, ближайший уровень, 1.46. По евро к франку, ожидаю движения вверх, ну, тут у меня отложка на уровне 1.096, с целью 1.098, примерно так, но тут могут быть вариации, поэтому не зашел по рынку. По евро к японской иене, тут сработала уже отложка на покупку, ожидаю взятие уровня 1.16. По австралийцу к японской иене, вне рынка, отложка на покупку, ожидаю, когда тут что-то прояснится. По австралийцу к канадцу, тоже, мне кажется, может быть еще один мелкий заход вниз, потому что, мне кажется, канадец будет укрепляться, если вы знаете, нефть хорошо пошла вверх на вчерашних торгах, мне кажется, уже там больше 50, то есть пробили отметку 50, и поэтому, я думаю, что мы здесь еще увидим перелов на уровне 0.995, 0.994. По австралийцу к новой зеландцу, как ни странно, я открыл покупку, потому что австралиец, я говорил, что направляется вверх, а новой зеландец вниз, исходя из этого. Ближайшая цель 1.07, и 1.075. По франко-иене, вне рынка, до прояснения волновой картинки. Что меня смущает? Меня смущает, что это четвертый, окончание предполагаемой четвертой волны, вот, зашло за, конец первой волны, поэтому это меня смущает, тут мог быть какой-то допуск, но пока я вне рынка, до прояснения волновой картины. Дамы и господа, на этом все, надеюсь, видеообзор был полезен, ставьте ваши лайки, если да, пишите ваши комментарии, любые, желаю вам попутного тренда, жирных профитов и тощих лосей. До скорой встречи в эфире, пока-пока. До скорой встречи в эфире,